Которые, понимаете, женская энергия имеет тонкую природу и грубую. Есть два варианта этой энергии. И понимаете, если мужчине, допустим, недоступна грубая женская энергия, ну, допустим, он недостойный, денег мало, нет возможностей каких-то, то он наслаждается тонкой, хотя бы этим. И чем он занимается? Он в интернете пудрит мозги женщину. Он познакомился и пошёл ей мозги пудрит, и пудрит, и пудрит, и общается с ней. Вот, а не хочет ни жениться на ней, ничего, потому что нет возможности. И таких сейчас мужиков столько развелось, понимаете, они вот мечтают, что-то говорят, там общаются, и могут по пять сразу девушек себе иметь. Так, представляете, у меня пять девушек сразу, это же круто. Вот, и вот так вот, такая система. Поэтому, как отсечь таких людей? Давай, знакомиться на живую. Нет, до свидания. А парень, который самоработал, который, ну, предлагал серьезные отношения, но не наш казался. Поотказались? Почему? Не нравится. Не нравится? Ну, не нравится, что теперь сделать? Ну, это уже другой вопрос. Смотрите, энергия любви, она действует таким образом, она имеет свой вектор. И так как мы эгоисты по природе, поэтому все зависит от того, кто первый начал, понимаете. Допустим, человек очень сильно влюбился в другого человека, и он перетягивает на себя любовь. Это приводит к отторжению. Вот, представляете, если я сейчас, вот, в вас сильно влюблюсь. Подтверждение. Вот. Если я в вас сильно влюблюсь сейчас, и буду лекцию читать слишком вычурно, вам будет неприятно. Вы посидите и пойдете из лекции. Например, я буду. Да? И так далее. Ну, как бы, ну, ой, я ушла, не могу это слушать все. Ну, то есть я потеряю себя во время лекции, понимаете. Потеряю себя, и подумаю, ой, не могу я это все. Но есть люди разумные, они понимают, что мы в Астане очень хорошая аудитория. Ну, просто очень хорошая. И вообще очень трудно любому лектору устоять против нашей чистоты и смирения, и веры в старших. Да? Очень трудно устоять. И поэтому ничего страшного. Посидим, послушаем, он сейчас придет в себя, и, может быть, будет нормальная лекция. Вот это вот правильное мышление, потому что, когда люди влюбляются сильно в друг друга, часто бывает, что люди вообще одинокими остаются, потому что или я сильно полюбил, или меня сильно полюбили. Особенно это увеличивается с возрастом, потому что молодые люди, они как бы так, ну, они сильно любят, но у них вот взаимность больше. А когда с возрастом у людей теряются силы любви, человек ждет еще, он же не хочет быть один. Он уже почувствовал, что такое не одинокая жизнь, а с кем-то. И он сильно хочет, чтобы кто-то был рядом. И он находит в себе кого-то, и сразу раз сильно влюбился, и тот отшибает его. И чем старше люди, тем быстрее это отшибание происходит. Поэтому, как бы, одна женщина так мне спросила, говорит, Олег Геннадьевич, ну вот у меня всегда вот так, а что делать? Я говорю, есть только один выход. Надо, чтобы один из двух согласился жить с тем, кто его любит, но он его не любит, этого человека. С одним условием, что если человек очень хороший. Вот человек очень хороший, но он меня любит, а я его нет. Но очень хороший человек, вот с этим условием. Я соглашаюсь общаться и ждать. И она мне спрашивает, лучше бы, конечно, если бы он согласился, а не я. Я говорю, это лучше, но маловероятно. Соглашаться придется вам. Или оставаться одной. Вот так вот. Ну то есть можно попробовать. И чувства могут у него постепенно остывать, а у вас увеличиваться. И тогда начнется уже какая-то гармония. Но при этом пробовать надо так, что не нужно подпускать человека без чувств к себе. А просто с ним общаться, смотреть, наблюдать. Вот, ну, как-то ты его не любишь, но человек хороший. Может быть, на свете, конечно, лучше всех. Но ты сразу не поймешь. Вот разумные девушки так себя ведут. Они общаются, смотрят. Ну, что-то не нравится. Ну, он такой, и-ля-ля, тро-ля-ля. И как бы, я не прикрылась, он может быть снаружи. Зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши дать ответ. Ведь на свете всего только два слова всего. Только два слова всего. Да и нет. Вот. Ну, то есть и вы ждете, и просто наблюдаете. Самая ошибка главная, если вы начинаете с ним строить близкие отношения, а вы не получили чувства к человеку. И тогда все разрушается. Начинает увеличиться отвращение к человеку, неприязнь. Рушится отношение. Он еще больше теряет себя, этот человек. И уже тогда невозможно полюбить этого человека. В принципе, невозможно. Но если держать на дистанции никаких отношений, просто гулять, общаться, наблюдать, чувства могут появиться. А если нет, то надо сказать, вот я попробовала, ты просил, я попробовала, но ничего не получилось. У меня чувства не получилось. Ему тоже будет, и он подумает, спасибо тебе большое, что ты попробовал. Я очень благодарен. Значит, Богу не угодно эти отношения, раз. Несмотря ни на что, мы не сможем. Вот это правильное мышление. А верить в каких-то чудаков в интернет-пространстве, это хуже, лучше верить в реальных мужичков на работе. Пусть не слишком каких из мечты, но реальных. Ваши вопросы? Да. А он идет, нет? Ну, здорово же. Он хочет уходить, но у него из-за вот этого всего сейчас проблемы в бизнесе на грани банкроте. Почему? Ну, не знаю, через чего бы все ели. Ну да, такое бывает у мужчин, да. Через чего бы все еще ели. Ну, видите, вы очень разумная женщина, очень разумная. А вот, понимаете, вот так вот, это ваша культура, женщины, вы должны признать, что в вашей культуре вот бывает такое, что мужчин зовут двух жен. Такое бывает здесь. Но у нас законы не положены. Мы же на монетарном государстве. Мы по законам же они. Я знаю, я знаю. Но как бы идея в чем заключается? Что есть законы государства, а есть законы неписанные. Законы веры или культуры. Это вот мусульманская. Мусульманская, да. Мусульманская в том же. Это вот азия, девочка. Мы к этому не готовы. Мы живем по законам Конституции. Вы не мусульмане, да? Не мусульмане. Мы мусульмане, но мы не по законам Шаряк живем. Мы пока сам живем по законам Конституции. Ну, хорошо, я сейчас вам объясню. Вот смотрите. Допустим, я мусульманин, да? Живу по законам Конституции. И мне понравилась другая девушка, понимаете? У меня есть жена, мне еще кто-то понравился. И как бы по законам Конституции я вроде живу, но что-то хочется жить по законам Шариата в этом случае. Вот это, понимаете, опция. Она у мужиков остается, потому что если есть лазейка, понимаете, то туда всегда человек лезет. Когда чувство у него сильно работает, он лезет в эту лазейку и ей себя оправдывает в этой лазейке. Что здесь можно сказать? Вы очень разумная женщина. Не отдавайте никому своего мужичка, пускай даже потрепанного и разбитого, с разбитыми мозгами. Потому что, понимаете, женщина — это такое существо, которое разбивает мозги мужчине. И это болезнь. Есть разные виды болезни. Например, есть злые духи, веселящие духи. Они... Человек выпил, и он ничего не соображает. Дух его захватил, его сознание. Точно так же сознание может захватить женщину, мужчину. И... Ну вот он ничего не соображает в это время. Надо понять, что это болезнь. Понять, относиться к нему как к болезни. А вот ждать здесь не получается, потому что любую силу можно побеждать силой. В этом случае нужна молитва. Когда человек молится, то он трезвеет близкий человек. Всё, вот он и трезвеет. Видите, вы уже сделали так, что он... Он же хотел уйти раньше. А сейчас уже не хочет, потому что вы уже первый шаг к победе сделали. Ну, скажите, что у нас требуется, но он не хочет сказать, что он не захватил, но он все его готовит. Ну, молитесь дальше, его отшибет от нее. Как-то уже... Как-то уже... Нехорошо, да? Да, очень... Тогда примите ее, как вторую жену. Не могу. Молитвой можно. Молитвой можно. Молитвой. Она сестра для вас. Или сестра, или... У вас два варианта. Или сделать так, чтобы он бросил. Или сделать так, чтобы принять. И всё это делает Господь. Вы просто молитесь, и у вас сердце выбирает Бог. И один из этих двух вариантов. Вы или как сестра, она вам становится. Я видел в аэропорту, я тоже не сильно доверял, что это возможно, но видел в аэропорту двух женщин, они без мужчины были, но они вдвоем были, мусульманки. Я увидел, что они сестры, ну, точнее, жены одного мужа. Ну, и как сестры такие, нянчатся вместе с детьми, у них общий, как бы, та с этим ребенком, это с тем, я смотрю, они даже больше любят не своих. Ну, то есть, они у них так, вот они вместе, там трое детей, они за ними бегают, там в аэропорту две женщины. И они как сестры. Я чувствую, что есть вот это чувство соперничества, но оно у них, вот эта сила и духа подавлена. И они, как бы, приняли всё и воспользовались этой ситуацией во благо всем. И детям, и мужу. Получилась большая семья одна такая. Это факт. Вот это факт. Это факт. Это факт. Это факт. Вот поэтому, когда человек не может чего-то сделать, нужен Бог. И когда вы, и вы говорите, я не могу принять, и это факт, и вы просто молитесь, и тогда Господь вступает в силу. И Он сам решает, что дальше будет. Это Он будет решать, а не вы. Вы должны Ему дать возможность решать. А за что? Вы торгуетесь с Богом сейчас, да? Вы говорите, ну, как бы, я согласна. На Востоке все торгуются обычно. Вы говорите, я согласна, как бы, молиться. Ну, сколько, Лебедович? Отрезать кого? Взять и отрезать. Отрезать кого? Мужика? Да, да. Я его любит туда. Нельзя. Он же любит ее. Нельзя. Нет. А он не... А потому что вы ошибаетесь. Любовь — это не то, что вы думаете. Он не любит ее. У него к нему болезни, к ней болезни. А любит он вас. Потому что любовь — это верность. Любовь — это не чувство, это верность. Чувство — это просто болезнь. Оно проходит. Как говорят, любовь — зла, полюбишь и козла. Но это чувство просто. Козла невозможно любить. Ну ты мой козел, да? Не, невозможно козла любить. Но это чувство заставляет любить. Чувство заставляет. Но верность — это критерий. А верным можно быть только к честному человеку. Видите, вы не предавали. Вы честный человек. А он болеет сейчас. А это все зависит от вашей молитвы. Давайте сейчас мы уберем его, эту женщину и все это. И вас оставим наедине с Богом. Вот пройдет, я не буду говорить вам, сколько лет, и вы уже никогда не вспомните эту ситуацию. Потому что вы уйдете в другую жизнь. А вот вся ваша жизнь, в которой вы живете, была предназначена для этого экзамена. Вот вся ваша жизнь. Для того, чтобы вы научились в любой ситуации помнить о Боге и не обращать внимания, научиться на то, какие испытания дает судьба. Какие испытания может давать судьба, мы даже с собой не представляем. Вот, например, вчера я говорил вам о том, что бывает, когда люди перестают уважать старших. Я вам говорил о том, что страна на 20-30 лет попадает в хаос. Люди все становятся бедными, несчастными, ненавидят друг друга, валят из своей страны. У них рушится культура и все прочее. Понимаете? Поэтому даже если старшие ошибаются, то все равно нужно держаться друг друга. Потому что ошибаются и младшие, ошибаются и старшие. Но всегда надо держаться друг друга для того, чтобы сохранить мир. Мир. А это она требует? Она ввода или хочет? Ну, пускай требует, это ее право. А вы молитесь просто. Я же сейчас вам говорю не о том, что она хочет, что он хочет. Понимаете, в победе над судьбой есть три шага к началу победы. Первый шаг. Мне все равно, кто что хочет. Я хочу понять, чего хочет Бог. Я ему, я для него живу. И молюсь ему. Все. Первый шаг — это познание Бога. И когда человек первый шаг делает, то потом приходит второй. На самом деле, человек на втором шаге, он при приближении к победе, он чувствует, что виновата все-таки судьба моя, не эта женщина, не этот мой муж. И поэтому, так как моя судьба виновата, я успокаиваюсь. Мне чувство несправедливости есть, все тяжело, но виновата судьба. Такое знание приходит в сердце. Что-то я не так сделала в прошлом. Потом человек молится Богу дальше, у него появляется больше сил. Он думает, ну, виновата я, оказывается, а не судьба. И судьба же не просто так меняет. И в этот момент человек начинает обчувствовать, что он действительно виноват. И это объем работы. То есть в этой ситуации есть два варианта. Или я виноват, я виноват, что ты меня бросил, что ты любишь, я виновата. Нет, это опять же слабость. То есть хорошо, ты виновата. Это просто объем работы. Вот у меня кухня грязная, у меня кухня грязная. Иди мой, что ты все время об этом говоришь. Вот, то есть я виновата, хорошо один раз себе сказала. И у меня вот объем работы. Какой объем работы? Муж предал, там, то, все. Вот это все мой объем работы с прошлой жизни. И как я его побеждаю эту работу, я забываю об этой ситуации, думаю о Боге. Делаю добрые дела. Люблю природу для того, чтобы наполниться силами. Делаю людям добро для того, чтобы они меня поддержали. И молюсь Богу для того, чтобы это все сгорело, вся эта ситуация. А когда человек молится Богу, ситуация сгорает. И вот когда на ваших глазах ситуация сгорит, и она может, я еще раз повторяю, в двух направлениях сгореть. Первый вариант, это то, что он оставляет там всех в покое, как бы заботится, но не строит близких отношений. Второй вариант, вопреки вашим ожиданиям, вы начинаете любить эту женщину, заботиться о ней. И это чудо для вас, что вы так можете вот любить чужую женщину, которая любит ваш муж. Чудо такое может произойти. Вот сейчас вы не верите в это, но такое может чудо произойти. Два варианта всего есть. Вы говорите, нет, мне только один вариант. Хорошо, я не против. Но вы боретесь с Богом, и Он уже выбирает, какой будет вариант. Представляете, есть два варианта, но бросить мужа, это не вариант, потому что это отступление. Вы говорите, ну мне легче ногу отрезать, чем лечить. У меня мама, когда была молоденькой совсем, у нее начался полимелит в ноге, и она там загибалась уже, и врачи говорят, если не отрезать, умрет. И ее мама, моя бабушка, она, видно, верила в Бога как-то, она говорит, лучше пусть умрет, но калекой не будет. И не дала резать ногу. И в результате маме вылечили ногу, она сейчас на двух ногах, все отлично. Ну то есть, она осталась с ногами, понимаете? Мужика отрезать не вариант. Ну потому что, конечно, рушится бизнес, потому что он потерял разум, благочестие потерял, потому что бизнес мужа держится на жене, на ее вере, на благочестие. И мужчины не знают об этом. Потому что есть же судьба женщины, бизнес мужа, так же судьба жены была, потому что она получает от этого счастье. А у нас там не повезет, если он будет хоть больше, чем сам. Ему повезет, если вы начнете молиться. А вот если вы его пнете под зад, то ему не повезет еще больше, потому что он будет проклятый. Он станет проклятым тогда. Вы сейчас меня слушаете, потому что раз вы меня спросили, Бог действует через меня, начиная. А если вы начинаете сомневаться в моих словах, тогда он перестанет действовать. Спасибо, мне надо. Спасибо большое. Видите, она даже руку не поднимала. Она вот такая разумная женщина, очень сильная. И все получится. Потому что многие в такой ситуации вообще теряют себя просто. Размазываются вот так. И все. Целомудрие женской верности, чистота спасает женщину. Даже в самой трудной ситуации. Потому что человек всегда должен выполнять свой долг в жизни. Даже когда есть несправедливость. Надо продолжать это делать. Несправедливость всегда заканчивается. И наступает более высокая справедливость после этого. Всегда после препятствия наступает... Вот когда человек идет в гору, потом же ему с горы надо ехать. С горы же хорошо становится. Вас так много, и Вы все так искренне хотите меня спросить, что я теряюсь. Я не знаю, что мне делать. Но вот Вы, женщина, Вы все время не киваете головой, поэтому я Вас спрашиваю. Да. Зади Вам. Нет, нет. Вы с Вами уже поговорили вчера. Здравствуйте. Я очень счастлива посуществовать здесь. Я посуществую другого города. Я немножко волнуюсь, поэтому можно я буду читать вам. Не читала. Я удивлен, что Вы прилетели с другого города. Я тоже прилетел с другого города, но я прилетел к Вам. Вас много, как бы один. А Вы прилетели ко мне одному. Это удивительно. Спасибо Вам большое. Спасибо. Ваши плечи, я работаю с Вами души, разными. В 12 лет я пришла в мир. Так получилось, что сначала я нашла крестик, на УБЦ. Чуть позже она нашла кулон, там был в доме на заборе. Господь показывал Себя Вам, дал знаки. Да, это кулон, изображение членого камня Карла. Помолилась, когда я не знала ничего, молилась, как чувствовала. И так же в 13 лет, позже у нас отступил сильный скук, и у меня подразумевала легкая плита. Первая реакция у моих родителей, мы пошли лечить. Я была на неделю, читала молитвы. После этого он сказал, что теперь можете обращаться к традиционной лице, и буквально за 2,5 месяца в больнице у меня установили полностью лицо. Ну вот так и работает всё. Сначала Бог, потом лечение. Сначала силы, энергии. Мы говорили с Вами. Сначала энергия, потом отношения. Сначала Бог, потом лечение. Бога нет, лечение ничего не помогает. Нужно, чтобы Господь действовал. Тогда помогать будет. Вот это был такой феномен для многих родителей, деток, которые лежали в детальном больнице. Потому что все убедились, как-то забывать по-другому месяцу. То есть Вы поделились с нами, да, опытом? Да. Это важно тоже. Не всегда вопросы надо задавать. Иногда надо передавать веру. То есть она передала веру сейчас. Вы сейчас в вере? Да. Я участвую в барраконах, в городе, и я не... Настолько... Настолько позитивно, и самое интересное, что мультивизуются все мысли, желания... Ну, к этому не привязывайтесь. Бог может Вас отвязать от этой идеи. Очень быстро. Ничего. Я здесь почитаю. Подпоходы в горы, природа, вера, придерживание правильного питания, режима дня, настолько помогают сохранять гармонию души, чистый разум, интересуются мысли, желания, выигрывают в конкурсе, в журеях, ну, конечно, через знание, но вопрос в том, что наравне с даже параллельно положительными мыслями приходят ко мне и отрицательные мысли, которые так же быстро реализуются. Хотя стараюсь отводить эти мысли, но этот поток потом меня захватывает. Ну, вот есть время, да, для невремени. И оно не спрашивает нас, оно приходит в нашу жизнь чем? Испытаниями. То есть приходят испытаниями. Вот сейчас до начала лекции за 20 минут мне пришло сообщение о том, что началось испытание у меня. Я должен его выдержать. Человек решил начать клевету на меня. То есть он объявил, что все, сейчас будем клеветать, суд подавать там и все прочее. Ну, как к этому относиться? Надо просто принять волю Бога. Потому что, несмотря на то, что я стараюсь делать добрые дела, иногда наступают испытания. Так? Да. Это нормально или нет? Ну, за счет этих испытаний приходит обжигание. Ну, это нормально, потому что это укрепляет нас, увеличит веру, надо больше концентрироваться на Боге, помнить Его и побеждать судьбу. Испытания — это просто объем работы. Его надо побеждать. Все. И они будут обязательно приходить, потому что так устроен этот мир. И то, что все, как бы, как мне один мой друг, старый, он мне сказал, я знаешь, почему Богу поверил? Я вот на день рождения попросил, чтобы тучи рассеялись. И они рассеялись. Я попросил Его, дай мне денег, у меня денег мало. И Он мне дал денег. Я в него поверил. Понимаете, это примитивная вера. Потому что вера Бога на основе просто того, что Он тебе что-то дал, это очень примитивная вера, потому что придет время, и у тебя могут что-то отнять. И вот когда ты в это время не теряешься духом, не теряешься, обморешься и побеждаешь судьбу, несмотря на то, что у тебя отнимают и не отняли, вот это уже настоящая вера. Можно еще вопрос? Ну такой, красивый. Последний. Последний и короткий. Да. Личная жизнь. Я через лекции пришло хорошее познание от того, что я долгое время находилась в неженском состоянии, голубой ушка в пилар. В чем Ваши вопросы? В отношениях. Я наконец-то встретила близкого по духу, по ментальности человека. Мы часто расстаемся, но во время этих расставаний, конечно, я не обретаю хороший рост знаний, но в данный момент мы снова расстались. И так складывается, что Всевышний нас стереотически снова сводит. Бывают разные ситуации, что мы снова встречаемся. В чем вопрос? Ну, насчет дамужек в личной жизни. Что-то это нет никакого вопроса. Допустим, человек говорит, вы знаете, Олег Геннадьевич, я вот занимаюсь спортом, поднимаю штангу. И как бы я поднимаю, иногда у меня получается поднимать, а иногда нет. Что мне делать? Я говорю, надо просто тренироваться и поднимать сильнее, так, чтобы получилось. Понимаете, вопрос замужества, это вопрос силы женщины. Просто силы, и все. Если она в отношениях со всеми сильна, всех заботится, всех любит, и если она такая сильная и он уходит, ну, так это значит, он дурак. А зачем тогда с ним вообще строить отношения? Пускай уходит, и я найду себе лучше, сколько желающих, если я сильная. А если я слабая и он уходит, ну, тогда надо стать сильной, значит. Ну, то есть, это вопрос поднятия штанги, надо ее поднимать, учиться просто, тренироваться. Женщины часто задают вопрос, как выйти замуж? Понимаете, замуж выходить очень просто, женщина. Надо просто так сильно включиться в отношения с людьми, быть такой включенной, так сильно отдавать себя, доброту свою, служить так людям по-женски. Не как старшим, служить. Иначе Бог даст начальника, если вы включились к старшим. Бог даст хорошего начальника, хорошее положение в обществе, но мужа не даст. Включились в отношения с плачевыми, допустим, Бог даст ребенка, но мужа не даст. Но если вы с равными в отношения включились, всех любите, по-доброму ко всех относитесь, тогда Бог даст мужа. Но надо очень важно понять, что всегда в отношениях с людьми, так как у людей есть эгоизм, поэтому побеждает сильнейший. Вот как, допустим, женщина, девушка выходит замуж, она становится сильнее мужчин. Она становится сильнее мужчин, и мужчины сдаются просто. как был такой мультфильм, когда дудочку играл, как бы человечек какой-то, мальчик дудочку играл, и мышки за ним вот так шли. И в воду все, и все захлебнулись. Так и мужик за женщиной. Даже захлебывается, бедная, но идет. Вот. Просто она сильнее, она победила. сильного человека, все, она сильнее, и она свое сделала. Дальше он работает, она ему рожает детей, наслаждается жизнью, счастливой. Ей дальше женщине надо просто счастливой учиться быть. Ей не надо упахиваться на работе, это не ее долг. Ей надо воспитывать детей, любить мужа, быть верной и счастливой в жизни. Все, мужчина, долг мужчины, это аскеза, работа над собой, долг женщины, это удовлетворенность, счастье, верность. Такое у женщины долг. Но сначала она должна доказать Богу, что она имеет право на такую жизнь. И как она доказывает, она становится очень жизнерадостной, счастливой, красивой, всех любит вокруг. Я помню один фильм, я был ребенком тогда еще, и я увидел такой пример, женщина. Там одна тоже такая же пела песню, такая же женщина очень такая сильная, а другая играла роль. и я когда увидел, как она поет, я подумал, я был ребенком еще, мне было там сколько-то лет, семь, наверное, но я подумал, вот такой должна быть женщина. Я маленький ребенок рассуждал, думаю, вот так она должна себя вести, и это и есть женская красота, женская сил, но как бы все вместе было, сама песня, как девушка танцевала, пела, и она была очень, всех любила. Я вам сейчас образ просто передаю, а вы сейчас его вспомните, потому что вы смотрели этот фильм. Какой мужчина устоит до доброта жизнерадостность женская, активность, доброжелательность, все, нет вариантов. Если вы мне говорите а х вы boo вы что